Если вы кликнули на превьюшку этого ролика в надежде увидеть разоблачение, какой-нибудь срыв покровов или типа того, то можете смело выключать, потому что я вот с детства люблю YouTube. Очень много его смотрел, вот буквально как только его там впервые обнаружил в каком-нибудь там 2010 или 2009 году, знал все про кучу блогеров и, как видите, сам в итоге блогером стал. И вот я уже более пяти лет на платформе, знаю кучу всяких подковерных игр, инсайдов и всего такого, как все на самом деле работает, и до сих пор продолжаю как-то по-детски удивляться, когда нахожу какой-то новый канал, где автор делает что-то совершенно непонятное, ни на что не похожее, и в какой-то момент таким автором был Ларин. Многие его знают уже как как раз-таки разоблачителец, его Ларин против, скандалиста, но на самом деле он был совсем другим, и на меня он повлиял, будучи совсем другим человеком, блогером и автором. Как раз-таки об этом Ларине мы сегодня и поговорим. А также на его примере разберемся, почему блогеры постоянно уходят с YouTube то в музыку, то просто в никуда, да и в принципе медийные персоны, которые, казалось бы, не какая-то поп-звезда, которая зависит от хитов, а это блогер, то есть снимай ты видео и снимай, но почему-то блогерские карьеры заканчиваются одна за другой. Здрасте, вы на канале Сеяна. Надо уходить с качелей. Начнем с того, кем был Ларин. Это был молодой парень, который переехал из деревни, и в деревне он вел абсолютно деревенский образ жизни. То есть как-то там вырос, как-то там закончил школу, после этого начал бухать, работать на тяжелых, бессмысленных и вредящих здоровью работах, и в какой-то момент задумался об изменении жизни, переехал в Питер, и в таком состоянии его застал YouTube. Начинал он с комедийного жанра, его я сам не застал, я только потом уже это узнал, и в комедийном жанре и у него не получалось, и он в нем быстро разочаровался. Да, шутки были совсем не очень, но как-то непарадоксально, качество шуток это не главное в успешности комедийного шоу, комедийного блогера и так далее. Так или иначе, Ларин в этом разочаровался и начал экспериментировать. Он был окрылен идеей вот этого собственного перерождения и нес это в свой канал. Да, это было наивно отчасти, но мне кажется, нельзя ничем вдохновиться, если ты не наивен в какой-то мере, и Ларин был именно настолько наивен, чтобы верить в то, что он несет свет в молодые умы. И за счет этого реально нес. Он записывал ролики о вещах, которые сам открывал, рассказывал то, что буквально недавно прочел в книгах, какие озарения ему сообразно этому пришли. И был, например, формат «Ларин шагает», в котором он выходил в Питер ранним-ранним утром, типа в 6-5 утра, и ходил по пустому городу и записывал вот такие вот свои мысли. Помимо этого он постоянно игрался с картинкой, покупал новые объективы, заставлял картинку двигаться, использовал операторские приемы всякие интересные. Также он экспериментировал и в монтаже, и в тематике. И я не знаю, сколько этих видео вообще сохранилось, и там, что я смогу найти, чтобы показать вам на этапе монтажа, но в свое время на меня это производило неизгладимое впечатление. Тогда я смотрел именно на вот эти эксперименты, и мне казалось, что, блин, вот это все изменит. Теперь другие блогеры начнут делать так же. И некоторые действительно начали. Сейчас мы знаем разные успешные примеры блогеров, которые делают, ну не то, что вот кинематографическую картинку, понимаете, кинематографическая картинка стала именно таким клише, что, типа, мы взяли дорогие камеры, нацепили на дорогие линзы, у нас это выглядит дорого, но неинтересно. А там это выглядело именно по-своему. Ларин был в этом плане очень своеобразен. И понимаете, нет правильного видеоблогинга. Но есть те, кто именно его используют как инструмент. Вот условно, вилсакон, без какого-либо дизреспекта, но ему интересно просто показывать технику. У него вот свои цели. И также у разных блогеров разные цели. А есть такие блогеры, которым именно сам видеоблогинг до безумия нравится. И именно в самом процессе создания видео им хочется развиваться. И с точки зрения кадров и камер, и с точки зрения наполнения, и с точки зрения форматов. Просто во всем искать, придумывать, изгаляться и изъебываться. И Ларин когда-то был именно таким. И еще большая убедительность его образу придавала то, что он был против тогдашнего всего дебилизма. Дело в том, что дебилизма в интернете много всегда. И настолько много, что вот до сих пор у меня там под роликами пишут единственный нормальный канал на ютубе. Естественно, не единственный. Я думаю, даже люди, которые это пишут, а у них я тоже далеко не единственный канал. Но именно ощущение, оно вот именно такое. Из-за того, что заходишь в тренды, там просто пиздец всегда. И из-за этого начинает развиваться такое отношение в духе макеавелизма, в смысле, ко всем как к стаду, которым ты можешь управлять. Потому что ты умнее, чем они. Потому что вот кажется, что миллионы людей вокруг тупые, ну и ты гораздо умнее них. Ну в смысле, ну ты же не смотришь эту херню из трендов. Ты же там не интересуешься, что там произошло у Бузовой. То есть ты явно лучше этих людей. И честно говоря, все мы этим грешим. И опять же, трудно особенно блогерам этим не грешить. Потому что каждый раз, когда ты какую-то подобную честную мысль говоришь, то ты получаешь огромную кучу реакции. Как негативной, так и положительной. Именно в смысле, да, наконец-то хоть кто-то это сказал. Есть еще в мире вменяемые люди. Притом вот ты про что не скажи. Вот я даже там про Джизуса, про кис-кис, про какой-нибудь еще. Вот именно очевидную хероту. Чироту. Говорю что-то плохое именно в контексте, ну, что это очевидно. И находится в комментариях куча одних людей, которые такие, да, наконец-то кто-то опустил вот этого того. И наоборот, фанаты вот этого того такие, да как ты мог, он же гениален. И вот подобные хери, это вот натурально говно-хайп. В принципе, я очень слово хайп не люблю, потому что есть англицизмы, которые приходят в язык, чтобы заполнить какую-то пустоту, да. Например, слово кринж по-русски никак нельзя сказать. Ну да, то есть есть испанский стыд, но, допустим, покринжевать, поиспанско стыдить. А слово хайп, наоборот, упрощает все и вбирает в себя разные понятия с разным контекстом и разным подтекстом. Таким образом, как бы упрощая любую речь, потому что обсуждаемость какого-то артиста после того, как он выпустил альбом и шумиха вокруг какой-нибудь, ну не буду говорить артистки, да, вокруг какого-нибудь, допустим, другого артиста из-за того, что он кому-то там плеснул бокал в лицо, с кем-то поругался, с кем-то потрахался и так далее, это разные все-таки вещи. Но с точки зрения цифр, это так же, как и в случае со словом хайп. Это сливается в одно. Потому что, опять же, выпустил ты какой-то действительно хороший продукт и на него люди обратили внимание, или наскандалил ты каким-то говном, люди все равно обратили внимание. И это еще больше подпитывает это ощущение, что ты можешь всеми этими людьми управлять. Собственно, формат Ларин Против стал основным. Да, там еще была история с чат-рулеткой, да и, в принципе, много разных историй было, но так или иначе, большинство знает Ларина именно в контексте обсиралова каких-то других людей. Ну и да, Ларин Против все-таки было обсираловым. А когда ты закидываешь говном других, рано или поздно оно полетит в тебя. Это не то, что на путстве как бы другим каким-то блогерам, да. В интернете у вас в любом случае полетит говно. Но дело в том, что Ларина оно летело с повышенной скоростью и в повышенных размерах. И, собственно, начали там его разоблачать. Одна проблема на другую. Уже не столько набирают его обсираловы вот эти. И нужно как-то дальше пытаться снова находить себе эти медийные поводы. Дело в том, что вот я уже упоминал сегодня, что я больше пяти лет на Ютубе. И по-хорошему, для такого вот долгого в отрасли существования канала мои цифры — это полное говно. И даже из этих цифр, которые есть сейчас, именно настоящие аудитории, вот прям чистые, где-то 50, даже меньше тысяч человек, это именно такие самые верные люди, которым просто интересно, что я делаю. И поэтому, когда я в следующий раз там выпущу какой-нибудь ролик про музей, а не про модного музыканта, они его посмотрят именно потому, что они доверяют моему выбору. Это вот самые замечательные люди. Большое вам спасибо. И не могу не упомянуть чуваков с Патреона, которые мне донатят, вам тоже огромное спасибо. Ну так вот, о чем это я. Так это работает, когда ты делаешь тематический контент. А когда ты вот садишься на эту скандальную иглу, у тебя же резко вырастают просмотры, резко вырастает активность, как бы везде пишут, везде упоминают. Кто-то зовет, кто-то спрашивает там с других каналов, с телеканалов, тыры-пыры. А когда повод проходит, все это резко заканчивается. Уже не так смотрят, уже не зовут, уже не звонят, уже не пишут. И в этом, собственно, есть обратная сторона вот подобного макеавеллического отношения. Я, говоря про Ларина, сам вот псевдоинтеллектуальными терминами кидаюсь. Обратная сторона именно в том, что может люди и тупые, и может люди и стадо. Но это не значит, что ты достаточно умный, чтобы их наебать. И это вот уже воспринимаете как напутствие, потому что у вас, скорее всего, тоже не получится. И, в принципе, работая вот с хайпом, да, в интернете, вы рискуете на это напороться, что, единожды создав хайп, не факт, что вы сможете его повторить. И как раз вы можете заметить, что вот подобные персоны, типа там Инстасамка, Бузова, Собчак, вот опять же, очень многие вот эти персоны из трендов, у них у всех всегда какая-то херня, и как будто их жизнь, вот в них концентрация пиздеца гораздо выше, как в этих мемах, когда вот там бог подсыпает каждому в жизнь чего-то особенного, и вот им он пиздеца по три бочки высыпал. Это связано исключительно с тем, что скандалы — это их хлеб. И кому-то может показаться это очевидным, но дело в том, что, опять же, это со стороны кажется, что так легко просто каждый раз выдавать какую-то новую херню. На самом деле от этого начинает потихоньку ехать чердак, потому что, ну, у вас-то на самом деле не может столько говна в жизни происходить. Это очень несчастный человек, если у него там каждую неделю какой-то пиздец. И даже несмотря на то, что это самообман, они же все равно постоянно это проговаривают, об этом думают, придумывают новое. Короче, так или иначе, ты в это вживаешься, постепенно начинаешь в собственном пиздеже жить. И это не то, что, опять же, я всех разоблачаю, это вот просто такая медийная роль. И Ларин, собственно, стал персонажем вот этой вот медиа-игры. Не знаю, насколько осознанно или неосознанно, но так или иначе он вот начал становиться частью скандалов, разоблачений и так далее. И вот если помните, у него в роликах висела плашечка ККН. Понимаете, на какой наркотик это отсылка. И, собственно, там кто-то разоблачал, что он типа нюхал. И он себе это поставил, как, во-первых, такой эпатирующий жест. Во-вторых, расшифровывалось это как комик-критик-новатором. Ни комиком, ни критиком он, скорее, все-таки не был, но вот новатором был. Именно в смысле отношения, которого я описывал до этого. Но даже вот эта вот история с ККН, ну, блядь, какой-то медийный популярный чувак на чем-то сидит или сидел. Ну, как интересно. Ну, как необычно. Ну, как мы это ни разу не видели. Ну, эта вот машинка по перемешиванию говна, она запускалась, а он подкидывал туда. И как будто бы так все и должно было идти. Собственно, на какое-то время это все подзатихло. А после этого началась история с Хованским. И все вы прекрасно знаете эти дисы. После этого этот батл, проигрыш батла, потом нелепый батл с Джараховым, и потом забвение. Сейчас он вроде бы вернулся на YouTube, вроде бы опять что-то снимает, что-то обсуждает. Но об этом мы чуть позже поговорим. Важно, почему он ушел, и почему так много блогеров уходит. И хотел пояснить собственную фразу про то, что Ларин не был критиком. Просто обычно это имеет какой-то бессмысленный подтекст в духе, вот есть там великие театральные критики, вот это критики, вот есть там Антон Долин, и где Антон Долин, и где Ларин. Принципиальная разница, что Ларин, по сути, был блогерским критиком. И с точки зрения компетенции он как бы всем обладал, потому что сам был блогером. Много, в принципе, и не надо. По сути, любой, в принципе, человек может быть критиком-блогером. Ну, как и кинокритиком. Но просто что вот, допустим, за кинокритиками, которые всеми признаны, стоит киношный бэкграунд, как бы хорошие фильмы, и какая-то длинная база всеми признанного, достойного кина. И он сам, кинокритик, исходит из своего как бы хорошего вкуса на кино. А Ларин, по сути, не предлагал хорошего вкуса на блогеров. И он, по сути, разругался вообще с большей частью всех блогеров. То есть это то же самое, что был бы кинокритик, который ненавидел большую часть кино и периодически нападал на конкретные работы и рассказывал, почему это ужасно. Это бы не работало именно с той точки зрения, что, чувак, да ты кино ненавидишь, по-моему. И речь здесь не про критикуешь предлагая, хотя и про это тоже, но в первую очередь это про формирование как бы хорошего вкуса у сообщества. Любая критика, она, по сути, про это, потому что людям интересно слышать другие мнения и вступать в дискуссию на основании этого, да? Но на пользу это может работать только если есть как бы хороший вкус и плохой вкус. А основная причина такой текучки кадров в видеоблогинге состоит в том, что это ремесло. Это не веселая, вдохновленная штука, как представляет со стороны. Со стороны-то кажется, что ты просто пилишь видосики, так что-то это настроение есть. Вот я, да, вышел просто в какой-то лес, распизделся, и все, мне за это еще и деньги пришли. Но на самом деле нет, тебе нужно постоянно выдумывать контент, постоянно ориентироваться на то, что интересно твоей публике, и при том ты как бы сам это и задаешь, но после этого из собственных рамок, которые выставил, должен дальше скакать. Нужно все это администрировать, договариваться с рекламодателями и так далее. И заниматься этим нужно постоянно, долго и стабильно. Притом какое-то время выдерживая бешеное количество дизморали из-за того, что у тебя там что-то не зашло, ты старался, оно там запоролось, и после этого у тебя получилось как-нибудь вот уже хорошо спустя до хера времени. А в итоге это никто не посмотрел, потому что там почему-то. Иногда сделал хороший ролик, а превьюшка говно, и на нее не кликают. Ну у тебя просто вот такая превьюшка в этот раз получилась. Хули с этим делать? И вот куча таких моментов, их предстоит пережить, перед тем, как прийти вот к этой такой розовой мечте, про то, чтобы с видеоблога зарабатывать. И то, как бы неизвестно, сколько вы будете зарабатывать. И ремесло, вот эту бесконечную дрочку любить гораздо сложнее, чем творчество. Потому что одно дело, когда вы рисуете для себя то, что хотите, а другое дело, когда вы, допустим, тату-мастер, и вам сегодня нужно набить 8 знаков бесконечности и 3 драконов. И вот, ну так, вот такая работа. Или когда вы там заказной художник, и у вас сегодня стена 15 метров. И вот нужно ее все заполнить, и так, чтобы это эстетически устроило и вас, и заказчика. А потом еще правки, и там в два раза больше работы, чем было изначально. И поэтому, собственно, молодые вдохновленные ребята берут, выгорают там за несколько лет, если добились какого-то успеха, и уходят там в музыку, в надежде на то, что вот там-то точно настоящее творчество, там-то батрачить не придется, и там-то вот точно лафа и рай в шалаше. Ну, у кого-то даже получается. По секрету, в музыке еще больше, пиздец! И в случае с Ларином еще очень интересная и показательная одна вещь, что если в какой-то момент блогеры снимали, ну, хоть про что-то, и это было уже классно, потому что их было мало, то когда их стало много, они начали сегментироваться, и там появились техноблогеры, автоблогеры и так далее. И как бы те, кто остались просто блогерами, что это под собой подразумевает? По сути, это профессиональные обсасыватели. Их периодически называют лидеры мнений, и самое жуткое в лидерах мнений в том, что у них зачастую мнения нет. Что я имею в виду? Вот, например, недавняя история с Собчакой, с копинским маньяком. Она, именно вот ее обсуждение в таком масштабе, оно понятно, потому что тема громкая. Но обсуждали совсем не то, какой маньяк, и не какие-то вещи, связанные с ним непосредственно, а обсуждали полную пустоту. Основная проблема состояла, очевидно, в том, что его супер рано выпустили. То есть срок был несоотносим с ужасом того, что он сделал, и, соответственно, это бы, ну, это, казалось бы, главная проблема. Но тут-то нечего обсуждать. То есть то, что в России суды работают неправильно, но тоже мне новость. Но тут-то есть Ксения Собчак, которая как раз вот и есть. Это губка, впитывающая скандалы. И лидеры мнений начали выдавать свои мнения. И в том числе как раз-то сделал Ларин. Там так получилось, что я посмотрел его ролик как раз про это. И он там, как и многие медийные личности, говорил такую вещь, что, мол, она и другие вот те, кто берет его интервью, зовет на телепередачи, они дают ему хайп, на котором он будет зарабатывать деньги. И типа он теперь будет ходить по телепередачам и жить себе припеваючи. Это, ну, лукавство, если не сказать пиздеж, потому что они-то, как медийные люди, отлично знают, что это так не работает. Ладно, какой-нибудь там Петя из Урюпинска думает, что вот да, так в Москве ты на телек пришел, и потом тебя на телеке баблом закидывают до конца дней твоих. Но в действительности та, и сам Ларин лично, и все остальные медийные фигуры, они прекрасно знали о том, что это... Ну вот его уже сейчас никто не помнит, не обсуждает, вот сколько прошло месяц, где он в медийной повестке, хоть где-то есть. И делают это блогеры не из-за своего какого-то зла, а из-за того, что они просто нашли эту формулу, и она работает. Что есть какая-то обсуждаемая тема, есть какое-то мнение, типа народное, и можно его заявить, и собственно от этого народа словить класс, потому что народ с тобой согласен. Хотя на самом деле им было нечего сказать, или им это было просто неинтересно. Ну, вам же большая часть вещей неинтересна, то есть из всей там вот этой вот бесконечной повестки вы сосредотачиваетесь на чем-то конкретном. А эти люди сосредоточены как будто на всем сразу, так нельзя. Просто половина из этого это выжатое мнение. И получается, что вот реакционеры, да, это те, кто реагирует непосредственно, вот видно, на что они реагируют, да, показывается на экране блогера, который делает реакции. А все остальные, по сути, тоже делают реакции, только на более общие вещи, создавая иллюзию действительного мнения и действительной заинтересованности. И это тоже сводит с ума, это тоже утомляет. И вот такое ремесло, по-моему, любить совсем нельзя, и я удивляюсь блогерам, которым годами это удается делать. Ну вот, как мы, опять же, знаем, удается немногим и удается недолго. И мои подписчики знают, что я дозаписываю куски в видос постоянно, и здесь я переписываю кусок речи, потому что я посмотрел видос Ларина Соболевым. Я даже сам не задумывался, каким романтически прекрасным теперь в моей памяти предстает 15-й год, 16-й год. Они там как раз обсуждали все эти вот времена бифов, ну и времена вот наибольшей известности, что Ларина, что Соболева. И такие теплые чувства это во мне вызвало, что реально не хочу говорить ничего плохого, что про одного, что про второго, но вот с суждением Ларина про то, что профессионалы выталкивают ютуберов с ютуба, типа настоящих блогеров, соло-криэйторов, профессиональные команды, вот не дают им место ни в трендах, нигде, но вот кто, например, выдавил Сын Дука, Бэткомидиана, Усачева и других тех, кто делает самостоятельный и крутой контент. Ведь по сути, телевизионщики это объединяющий термин для просто профессионалов, потому что они могут прийти и с радио, и с каких-то, то есть даже интернет-проектов, просто это придет профессионал с навыками. И вот один из ярких телевизионщиков Птушкин, да? Но он же делает контент гораздо лучше, чем на телевизоре. Орел и Решка вот просто в подметке не годится сольному контенту Птушкина и по осмысленности, и по смотрибельности, и по качеству, и вообще просто по всем параметрам. То есть он в интернете начал делать лучше, чем на ящике. Помогли ли ему скиллы именно работника телевидения, или все-таки он сам по себе просто профессионал охеренный? И до этого создавалось впечатление, что Ларин не хочет вкладывать творческую энергию в видеоблогинг больше, ему все это остопиздило, и что теперь вот он музыкант и всю свою творческую энергию вложит разве что в клипы. Но опять же в подкасте с Соболевым я услышал от Ларина много мыслей, которые говорят об обратном. Ну и то, что он сейчас вернулся на YouTube, по сути говорит о том, что какие-то творческие силы он в это готов вкладывать. И возможно просто за всей этой историей, которая была видна снаружи, внутри, там происходило огромное количество каких-нибудь там личных трагедий, личностных изменений и так далее. И мне все-таки 21 год, а ему 30 или сколько? Ну, суть в том, что возможно некоторые вещи у меня просто в силу возраста непонятные. Так или иначе, Ларин сейчас в некотором смысле заново начинает на YouTube, потому что думаю, что его нынешняя зрительская база, которая там приходит на его видосы и вот сейчас их смотрит, это либо очень лояльные люди из прошлого, либо какие-то зрители, для которых он как новое лицо. Все-таки прошло уже достаточно времени, чтобы люди могли его по-новому в интернете воспринимать, там вся эта история про то, что интернет ничего не забывает, но то, что о тебе что-то плохое помнит, совершенно не значит, что тебя не будут смотреть и возможно через пару лет с фамилией Ларин у вас будут уже совершенно другие ассоциации, а может и нет. И вот таким длинным окольным путем через историю Ларина я по сути рассказал предпосылки к появлению культур попа, того, как я называю свой контент, вообще как получилось отдельное название и все такое. Именно начиная делать видосы, я сам сначала больше пытался юморить и по образцу других блогеров, которых я видел, вот пытался снимать какие-то такие видосы просто про все подряд, что как-то привлечет мое внимание и покажется мне прикольным. Но аудитория, которая начала приходить на как раз подобные юмористические видосы, она меня очень напрягала. В принципе, вайпы, атмосфера, которая создавалась вот вокруг этого контента, вы сейчас его, наверное, уже совсем, ну да, наверное, никак вы его уже не найдете, но, короче, хуйня была полная, вот, и хуевая аудитория вокруг этого собиралась. И дальше, как раз, смотря на профессионалов, на телевизионщиков и журналистов, я вот как-то по кусочкам складывал то, что хочу делать и в итоге получил вот это вот обобщенное нечто. И можно было по контексту моей предыдущей речи подумать, что я вот ставлю себя на одну ступеньку там с индуком усачиваем, бодкомидиным и прочими, совсем не так. Собственно, и по просмотрам это видно, и в жизни это так же ощущается. Я зарабатываю примерно столько же, сколько там мои друзья с нормальной работой в моем возрасте. Вот, то есть не те, кто там грузчики листовки раздают, вот, а те, у кого все-таки, ну, они головой как-то работают, они получают примерно те же деньги за свою работу, что и я. В этом как будто злая ловушка блогинга, что вот кажется, что там золотые горы, но эти золотые горы будут тебе душу и мозг выжимать, а если ты будешь делать то, что тебе именно нравится, что тематическое на узкую аудиторию, и ты при этом не какой-то уникальный, гениальный, как вышеперечисленные, то тогда, в принципе, это будет просто работа довольно интересная, с бартерами, да, они все-таки есть, вот, но все-таки просто работа. И этот ролик я, собственно, записал, потому что думаю, что вот моя замечательная творческая аудитория, она так или иначе подумает о каком-то реализации в интернете вот в каком-либо виде, и послушать про блогеров ей будет интересно. Напишите в комменты, насколько действительно интересно, ну и, конечно же, подписка на все остальные мои социальные сети тоже сделает мне очень приятно, они все в описании, а на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Добро пожаловать в экстра-бонус-кусок для тех, кому прям совсем внутри ютубная херня интересна, настоятельно вам рекомендую посмотреть вот этот вот подкаст Ларина, он там 30 минут как раз высказывает свое мнение о нынешнем ютубе, о том, что вот эту вот самую говноконъюнктуру, которую я описывал все это время, ее провоцируют сами тренды ютуба, и что как раз говноконтент, который заполонил тренды, это те, кто только ради этих трендов и делает, и что ты либо делаешь говно на максимуме эмоций, что-то короткое, моментальное удовольствие а-ля тикток, либо сосешь лапу с маленькими просмотрами и постепенно забиваешь и уходишь. И этот взгляд безусловно правильный, и алгоритмы действительно ужасные, но только Ларин смотрит на это с позиции человека, который раньше со своими скандалами и всем этом майнинге хайпа, как он говорит, был как раз таки в этих трендах. Был на волне, и теперь со своим желанием делать какой-то осмысленный контент, хотя там большая часть его роликов за последнее время это как раз то же самое сидение на трендах, но даже при этом условии он типа в этих трендах не оказывается. Но с моей стороны, как человека, который три года назад делал блог и думал разве что, что ну блин, может сейчас с него какая-нибудь там тысяченка или три тысячи капнет мне там с монетизации, ну и типа что-нибудь прикольное можно купить, там отложить на объектив, но вот прошло три года и теперь это меня реально обеспечивает. Да, опять же, хотелось бы и больше и у меня у самого, когда получаются паузы в видосах, идет жуткая просадка по просмотрам и все это местами выглядит просто пиздец, как угнетающее и опять же, повторяюсь, уровень дизморали просто бешеный. Но на ёб система зафиксирован, ведь по сути, основная фишка блогерства, мне кажется, для людей, которые там неодержимы славой или типа того, это именно на ёб системы, именно то, что ты можешь вот каким-то странным таким видом творчества обеспечивать себя и самовыражаться. Да, у меня бывает так, что внезапно в один месяц я получаю в три раза меньше, чем в другой, но зато я не встаю на работу там к определенному времени, у меня нет начальника, который правит все мои работы и все такое. Может, это и звучит романтически и незначимо для тех, кто был в трендах и у него там ролики набирали миллион за день, но с моей стороны это более чем клево. И я думаю, что люди, которые вот до этого момента досмотрели, а значит, настолько интересуются всей этой блогерской хуйней, им это так или иначе кажется неплохой перспективой. Честно говоря, на ютубе очень много всего херово происходит в плане алгоритмов, но не абсолютно все там херово и не абсолютно все там полнейший мрачняк, и если вы делаете качественное, то это все еще может работать. Я оброс некоторыми знакомствами в культурной сфере за это время и все чаще вопросы про ютуб, про то, как там работает, как туда заходить и так далее, я получаю от взрослых людей. Дело в том, что вот этот вот весь сегмент трендов, который, опять же, по мнению Ларина в этом подкасте, в большей части это детский контент, который, по сути, должен был быть в ютуб китс, я думаю, та аудитория, которая смотрит, допустим, редакцию, ей вообще на это насрать. И мы на самом деле не можем знать, какое количество аудитории, подходящей там мне или подходящей Ларину или подходящей еще кому-то приходит на ютуб. Это абсолютный рандом, это меняется год от года, и сейчас мне не кажется, что осмысленный контент полностью вымрет, ему нет места и все вообще конец. Но осмысленный контент, который делает соло-автор, вот такой вот настоящий блогер, ему будет сложно собирать. Но я вам, как человек с цифрами сильно ниже среднего, говорю, что на средние цифры можно жить и заниматься чем угодно другим, куда ты отводишь свою душу. Ларин придерживается именно этой стратегии, судя по всему, и здесь уж не знаю, какие выводы вы сделали из этого ролика, но я, как-то вот три раза уже его дозаписывая, могу сказать только одно. Ютуб, наверное, еще рано хоронить.